МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости по будням. И в ближайшие полчаса мы расскажем о самых важных и резонансных событиях в Русской области. Но вы также можете помочь в создании этого выпуска стать участниками интерактивного голосования. Вопрос звучит так. Много ли мусора на улицах в вашем районе города? Варианты ответов и номера телефонов в нижней части экрана. Высказывайте свое мнение и смотрите сегодня. Мошенница сама позвонила в полицию. В областном центре оперативники разбираются в обстоятельствах уголовного дела, достойного пера Конан-Дойля. Сегодня расскажем, кто такие дроперы и как часто их ловят в Иркутске. В выпуске поговорим и об облике города. В голосовании за объекты благоустройства в столице Прибайкалии лидирует площадь перед танком Иркутский комсомолец. А что делать горожанам, которые хотят облагородить пространство рядом с домом, объясним через несколько минут. Ради 4 минут 28 секунд иркутские ученые отправились на край света. Что именно сподвигло наших земляков на дальнее путешествие и в каком футбольном клубе появился игрок-кот, станет ясно из нашей рубрики-повесточки. Ну а начнем выпуск с другой информации. Сезон двухколесного транспорта уже начался, а с ним и первые аварии. В Тельшинском районе двое подростков пострадали в ДТП с мотоциклом и иномаркой. Столкновение произошло вечером в Бирюсинске. В момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как легковушка поворачивает на парковку и лоб в лоб сталкивается с мотоциклом. Да так, что 17-летний водитель и 16-летний пассажир двухколесного транспорта буквально перелетают через машину. Автомобилист с места аварии скрылся, но вскоре его нашли и выяснилось, что он был пьян. А ранее не раз привлекался к ответственности за нарушения на дорогах. Есть вопросы у инспекторов и к родителям, которые допустили, чтобы подростки управляли мотоциклом. Подростки получили телесные повреждения и были госпитализированы в Тельшинскую районную больницу. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение. Я даже не понял, что у меня вообще кто-то врезался. То есть я вообще человека на этом аварии, я его вообще даже видеть не мог. А полицейские Тулуна разбираются в обстоятельствах другой аварии, где пострадала 15-летняя школьница. Там 19-летний водитель иномарки с двумя несовершеннолетними пассажирками съехал в Кювет. Выяснилось, что молодой человек был пьян и не имел водительского удостоверения. Вторая 15-летняя девочка-подросток не пострадала. Мошенники заговорили от имени мэра Бадайбо. О том, что его страница в соцсетях взломана, сообщил настоящий Евгений Юмашев. Аккаунты чиновников подделывали неоднократно, но нынешний случай технически сложнее. В этот раз преступники сгенерировали голос градоначальника. В деле дистанционного обмана бывают и более запутанные истории. Так мошенница позвонила в полицию и пожаловалась на курьера в Ангарске, который должен был ей перевезти полученные обманом деньги. Подробности далее. Это не явка с повинной. Такой звонок поступил на телефон доверия полиции. Мошенница сообщила, что стала жертвой обмана. Она выманила у пенсионерки из Ангарска 440 тысяч рублей. Пожилая женщина передала их курьеру. А вот он, по словам заявительницы, решил оставить деньги себе. Преступница решила наказать коллегу и передала его данные оперативникам. Возле банкомата молодого человека их задержали. Он поведал начало этой необычной истории. В интернете нашли меня для легкого заработка. Поехал, все забрал. В итоге я вот здесь. Криминальная карьера курьера или иначе дропера обычно так и заканчивается. Это низовые представители криминальной цепочки. Как правило, их задерживают уже в первые сутки. В прошлом году полицейскими в Приангаре задержано 57 таких курьеров. Получив от мошенников всего несколько тысяч рублей, а их заработок от 3 до 10 процентов, каждый из них стал фигурантом уголовного дела. Наказание за которое – реальное лишение свободы. Статья 159. Мошенничество, совершенное группой элит, сулит курьеру до 5 лет лишения свободы. Бывшие работодатели писем и посылок в колонию ему слать не будут. Для организаторов преступных схем такие люди – расходный материал. Да нет, спасибо, не нужно. Мы его подставили. Ага. А сначала обманули бабушку, да? Ну, конечно. У вас все, да? Да, да, все. Давид Азизов, новости по будням. Неприятные сюрпризы находят сотрудники компании по вывозу отходов. Люди выбрасывают в обычные контейнеры для бытовых отходов останки животных. Хотя биологические отходы вывозить могут только специализированные компании с необходимой лицензией. За неделю было зафиксировано 10 таких случаев в четырех районах Иркутской области. Это нарушение санитарных норм и правил. Специалисты уже направили жалобы в Росприроднадзор, Госэконадзор и Россельхознадзор. Надзорные органы заинтересовались и другой историей. На Альхоне контейнерная мусорная площадка превратилась в свалку. Оттуда отходы разнесло ветром по округе. О ситуации мы рассказывали почти две недели назад. Свою проверку после этого провела природоохранная прокуратура. Вывод ведомства таков. Администрация Альхонского района вовремя не решила возникшую проблему. Напомним, с Альхона, а именно из поселка Хужир, с 9 февраля не вывозился мусор. Связано это с тем, что грузоподъемность следовой переправы, которая соединяла остров и материк, не позволяла проезжать по ней мусоровоза. Вывозить отходы можно было только небольшим транспортом. Но этот вопрос решен не был. Теперь по требованию прокурора, администрация района должна привести площадку в порядок и убрать мусор. Вывести отходы получится после открытия паромной переправы. Региональный оператор сообщил, что на вывоз мусора уйдет две недели. Природоохранной прокуратуры внесены представления об устранении нарушений закона в главе района и региональному оператору, по результатам рассмотрения которых произведена очистка прилегающей к площадке хранения отходов территории. Прокурор также обратился в суд с заявлением об обязании администрации района ликвидировать отходы и направил информацию в органы Роспотребнадзора для принятия мер в рамках компетенции за нарушение санитарных норм и правил. Жить в таких условиях, когда территория вокруг завалена мусором, мягко говоря, неприятно и очень даже небезопасно с точки зрения экологии. Поэтому наше интерактивное голосование мы решили посвятить этой теме. Вопрос звучит так. Много ли мусора на улицах в вашем районе города? Если да, и там, где вы живете или работаете практически повсюду, отходы на газонах, тротуарах или дорогах, при этом картина пока не меняется и никто не проводит уборку после зимы, да и жители не проявляют инициативу по приведению территорий в порядок, а некоторые даже еще больше загрязняют улицы, звоните по телефону в Иркутске 563 971. Если ваш ответ нет и вы считаете, что ваш район сейчас довольно чистый, основной мусор после зимы уже убрали или его уже особо и не было, да и в целом коммунальщики следят за порядком на улицах, в вашем районе набирайте 563 972. Итоги подведем в финале выпуска. Финалом уже стало уголовное дело. Мечта гражданина Азербайджана получить российское гражданство реализовалась, но не по задуманному сценарию. 35-летний мужчина теперь предстанет перед судом в Тайшете. Ранее обвиняемый приобрел диплом о высшем юридическом образовании. Документ дал мужчине преимущество при получении гражданства в упрощенном порядке. С уголовным законодательством своей новой родины мужчина познакомился в Тайшете, где его задержали полицейские. Во время совместной проверки российского и азербайджанского отделений Интерпола специалисты выяснили, что диплом поддельный. Об этом лжеюристу, как считает следствие, было заранее известно. Сейчас документ стал вещественным доказательством, а его владельцу грозит до года содержания в российском исправительном учреждении. Обладатели реальных дипломов об образовании могут рассчитывать на высокие зарплаты в Иркутской области. Именно в Прибайкале среди регионов Сибири самые щедрые работодатели. Они готовы платить сотрудникам больше, чем в соседних территориях. В среднем по региону компании и организации предлагают работникам более 66 тысяч рублей. Это на 2 тысячи больше общероссийского показателя. Такие выводы сделали аналитики сервиса Headhunter.ru за последний месяц. Похвастаться высокими зарплатами могут и жители Красноярского края почти 65 тысяч. И это соответствует ожиданиям местных жителей. А вот пожелания наших земляков оказались скромнее. Прибайкальца рассчитывают в среднем на доход в 58 тысяч. Но 20% тех, кто сейчас ищет работу, все же завышают свои зарплатные ожидания. На данный момент в регионе в числе самых востребованных специалистов оказались бетонщики, каменщики, плотники, арматурщики и электрогазосварщики. Зарплата последних доходит до 200 тысяч рублей. На первой зарплате специалистам нужно получить необходимое образование и устроиться на работу. Некоторые студенты решают эти вопросы сразу, выбирают целевое обучение. Так можно попасть на бюджетное место, а сразу после учебы устроиться на работу. Но сейчас бывает так, что называемые целевики отказываются от такого пути. Как часто это происходит в регионе? Почему и в каких сферах такая система обучения все еще нужна? Мы попросили рассказать экспертов их мнение далее. Количество обучающихся по целевому договору очень большое в педагогическом институте, то есть нано-педагогические направления. В большинстве случаев все-таки выпускники идут и трудоустраиваются в соответствии с целевым договором. Хотя есть, конечно, и доли обучающихся, сейчас точно не могу сказать, но порядка, может быть, 10%, которые потом отказываются от выполнения условий данного договора по различным причинам. Целевое направление очень важно для сферы здравоохранения, потому что позволяет конкретным медицинским организациям получить специалистов. Не все сразу понимают, кем бы они хотели стать. Они планируют одно, хотят стать хирургами, терапевтами, хотят получить медицинское образование. Но потом в ходе обучения они, может быть, разочаровываются в своей специальности, может быть, какие-то другие у них возникают причины, проблемы, в результате чего им приходится отчисляться. Количество мест по договору о целевом обучении примерно 70-75% от общего количества бюджетных мест. И сейчас наблюдается тенденция к некоторому увеличению количества целевых мест. Некоторые специальности в ординатуре, они 100% целевые. Продолжение следует... Если вы еще больше загрязняют улицы, звоните по телефону в Иркутске 563-971. Если ваш ответ нет, и вы считаете, что ваш район сейчас довольно чистый, основной мусор после зимы уже убрали, или же его особо и не было, да и в целом коммунальщики следят за порядком на улицах в вашем районе, набирайте 563-972. Итоги подведем в финале Вапска. Финал отопительного сезона приближается. И сейчас самое время проверить приборы учета, в том числе общедомовые, на честность. Ведь от этого могут зависеть счета за тепло, поэтому в регионе появился новый информационный сервис. С его помощью жители смогут узнать, в каком состоянии находятся счетчики в их домах. Тему продолжит Олег Федоров. Экзамен на честность. Сейчас сдают эти приборы учета тепла в многоквартирном доме. Для получения объективных данных инженер Павел Бурлаченко подключает своего рода детектор лжи к тепловычислителю. На экране реальные показатели по расходу, температуре и давлению во всем здании. Их сравнивают с заданными параметрами. Такие проверки энергетики проводят всегда перед стартом и ближе к окончанию отопительного сезона. Очень важно проверять приборы учета общедомовые, чтобы жители не получали огромные счета на отопление. То есть это все в ходе проверки. Осматриваются калибровочные коэффициенты, то есть сравниваются с паспортными значениями. Если общедомовой счетчик работает некорректно, то, к примеру, при утечке тепла потребитель будет платить больше. Только Павел Бурлаченко проверяет сейчас по 60 домов в месяц. Обычно инженеру ассистирует представитель управляющей компании. Главная задача – вовремя выявить вышедший из строя прибор. По правилам такой счетчик управляющая компания или ТСЖ должны отправить в ремонт. Специализированная организация производит ремонт этого прибора. Ну и также мы все назад восстанавливаем, ставим на место, вызываем Иркутскую энергосбытовую компанию. Они приходят, убеждаются в работоспособности и ставят свои пломбы, то есть, которые уже прикасаться, так сказать, нельзя. Но такому алгоритму следуют далеко не все обслуживающие домы организации. Целый ряд потребителей получили этой зимой увеличенные счета за отопление. Когда люди обратились за разъяснениями к энергетикам, то выяснилось, что все проживают в домах, где были зафиксированы проблемы с общедымовыми приборами учета тепла. Только в зоне обслуживания Байкальской энергетической компании около 300 таких многоэтажек в 9 населенных пунктах. Люди оказались заложниками ситуации, что управляющая компания действительно своевременно летом не отремонтировала приборы учета и не обеспечила их работу с началом отопительного сезона. Чтобы подобных ситуаций избежать, мы решили, что люди вправе и, скажем, должны владеть информацией. Для этого создан специальный электронный сервис. Здесь жители Иркутской области могут увидеть, прошел ли их дом проверку у энергетиков или же у здания есть проблемы. В списке также отражено, своевременно ли управляющие компании и ТСЖ передают показания приборов в ресурсоснабжающую компанию. Отсутствие таких данных по дому тоже может привести к росту цифр в платежках, ведь начисление идет тогда по средним значениям, а не по фактическому употреблению. Олег Федоров, Владимир Пинаев, новости по будням. Набраться энергии, а именно вкусно поесть и узнать секреты приготовления разных блюд смогут таркутяне. 15 и 16 июня в областном центре пройдет гастрономический фестиваль под названием «Сытый бабр». Сейчас организаторы принимают заявки на участие от местных ресторанов, кафе, производителей и фермеров. Сбор заявок продлится до 1 июня. Сам праздник состоится на площади у памятника Александру Третьему. Там появится большой фудкорт под открытым небом. Для гостей фестиваля, конечно, важным событием станут дегустации. Будут и известные всем блюда, и экспериментальные. Запланированы также мастер-классы от иркутских шеф-поваров, развлекательная программа и интерактивные площадки. В прошлом году вкусное событие посетили 25 тысяч человек. Это мероприятие привлекает и туристов. Ради театральных фестивалей многие ценители искусства готовы ехать в Прибайкалье и другие регионы страны. Но за игрой актеров стоит колоссальный труд. Ведь даже попасть на обучение – задача со звездочкой. Предварительное прослушивание в один из ведущих театральных вузов страны сегодня прошло в Иркутске. Как устроен отбор и почему московские педагоги приехали к нам, знает Дарья Ивазова. Ей слово. Она не думала ни о ком, ни о чем в эту минуту. Хорошо. Остановить выступление абитуриента мастер может в любой момент. Так в Иркутске проходит первый этап прослушивания для поступления в Российский институт театрального искусства «ГИТИС». Ради 10-минутного выступления Олеся Малых приехала из Черемхова. Очень удобно, что это именно в Иркутске. Мне от Черемхова до Иркутска доехать всего три часа. Предварительный просмотр мне необходим, чтобы знать педагогов, смотреть, как они тебя оценивают, как они смотрят. Тот факт, что мастер приехал к нам, а не мы сразу же в Москву. Это очень приятно. Я увидел, как педагог из ГИТИСа непосредственно реагирует на то, что я читаю. Ведь это прослушивание только начало. Лучшие участники получат рекомендацию от мастера и сразу пройдут на второй тур в Москве. Это стало возможно благодаря федеральному образовательному проекту «Поколение М» от компании МТС. Специальная платформа дает школьникам и студентам освоить разные творческие и цифровые специальности. Раньше отбор в ГИТИС для ребят из Прибайкалья был онлайн. И вот теперь впервые прошел очно в Иркутске. Это большой подспорь для самих ребят, чтобы, по крайней мере, на первый тур не ехать специально в Москву. Тем более сейчас есть такая возможность, тоже поколение предоставляет онлайн-прослушание для факультета сценографии, для художников. Поэтому эта платформа становится шире. Для нас важно вносить свой вклад не только в развитие телекомной инфраструктуры, но и в том числе... Мы хотим все-таки развивать потенциал ребят, чтобы дать возможность расширять границы. У нас у Сталимска ребята присутствуют, Братск, Ангасск, Шелихов. В прошлом году благодаря проекту сразу трое ребят из Прибайкалья попали во второй тур. Результаты сегодняшнего прослушивания станут известны в ближайшие дни. Дарья Эйвазова, Виктор Черкашин, Новости по будням. А тема нашего сегодняшнего обсуждения интересна всем. С помощью интерактивного голосования оцениваем санитарное состояние территории, где мы живем и работаем. Ответы будем принимать еще пару минут. За это время расскажем о достижениях спортсменов региона, а также вы узнаете, как иркутяне стали свидетелями солнечного затмения в Мексике. И кто и зачем бежал по Африке целый год. Все это и не только сразу после короткой рекламы. Братск примет всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей 14-15 лет. На него ждут около 50 спортсменов из Новосибирской, Омской, Томской, Иркутской областей, Республики Хакасия, Красноярского и Забайкальского краев. Между ними разыграют награды в 15 весовых категориях. А специальным гостем турнира станет трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. О других новостях спорта расскажем прямо сейчас. Три медали международного турнира по Киоку-Синкай завоевали представители Прибайкалья. Состязания в Белоруссии собрали больше тысячи участников. Среди юниоров 14-15 лет в кате золото у Владислава Куцева, а серебро у Александра Федорова. А тренер юношей Дмитрий Лунев стал лучшим среди мужчин старше 35 лет. Серебро и бронзу первенства Сибири по керлингу среди смешанных пар также взяли прибайкальцы. На турнире в Новосибирске наша команда «Комсомол-1» стала второй, а «Комсомол-3» — третьей. Уступили иркутяне лишь представителям Новосибирской области. Ангарчанин Дмитрий Воронков отметился очередным голом в НХЛ. В домашнем матче «Коламбус-блюджекетс» наш хоккеист забил одну из двух шайб в ворота «Нью-Йорк-Айлендерс». Это уже 18-й гол Дмитрия в этом сезоне. Но для победы его, увы, не хватило. Гости победили со счетом 4-2. Дарья Эйвазова, новости по будням. 11 детей из прибайкалья прошли отбор на федеральный конкурс «Молодые дарования России». Это юные музыканты, вокалисты, танцоры и художники из Иркутска, Ангарска и Братска. Но впереди у ребят еще одно испытание — второй региональный тур. Он пройдет в заочном формате с 10 мая по 10 июня. На финал конкурса отправятся самые лучшие. А что еще интересного произошло в регионе и далеко за его пределами, расскажем в нашей доброй рубрике «Повесточки». Всем здравствуйте. Говорят, рабочее место многое может рассказать о человеке. Так сотрудник, у которого все разложено по полочкам, скорее всего, будет крайне исполнительным. А вот любитель творческого беспорядка сможет нестандартно решить любую задачу. Наша же задача сегодня — порадовать вас удивительными новостями. Иркутяне запечатлели полное солнечное затмение на другом краю планеты. Для этого наши земляки поехали в Мексику, где часть специалистов отправилась в горы. Вторая — на прогулку по побережью Тихого океана. И тем и другим удалось сделать потрясающие кадры астрономического явления. Отметим, это было одно из самых продолжительных солнечных затмений в 21 веке. Максимальная длительность полной фазы составила 4 минуты 28 секунд. А в Ангарске прошел чемпионат Иркутской области по бодибилдингу «Кубок Легион Тим». На сцене выступали участники от 6 до 54 лет. Жюри же оценивали не только красоту рельефа тела, но и умение дефилировать, презентовать себя. В итоге лучшие атлеты были отмечены подарками и получили главный приз соревнований — возможность представить наш регион на всероссийском турнире. Он состоится в Подольске уже в конце апреля. Усатый и полосатый игрок появился в футбольном клубе «Красноярска». Нового члена команды назвали Левой Енисеевым. По условиям контракта от кота требуется умение играть в футбол, быть самым крутым пушистиком, уметь лапки, а также радовать болельщиков клуба. За это работодатели обещают кормить вкусняшками, гладить и играть с мурлыкой. Также новоиспеченная звезда футбольного поля получила два комплекта спортивной формы. Кстати, так спортсмены решили привлечь внимание к приютам для животных. Британец Раскук стал первым человеком в мире, который пробежал всю Африку с севера на юг. На путешествие длиной 16 тысяч километров у спортсмена ушел почти целый год. За время забега бегуна и его команда успели ограбить. У атлета были проблемы с визой, случались и травмы. Однако рекорд установлен. К тому же Рас собрал 600 тысяч фунтов, которые пойдут на благотворительность. Встречайте каждый день в отличном настроении, а мы подарим еще больше хороших новостей. И в завершение выпуска подведем итоги интерактивного голосования. 277 телезрители ответили, что в их районе города много мусора на улицах, а 43 проголосовавших считают, что их район довольно чистый. Надо помнить, что порядок на улицах в том числе начинается с каждого из нас. И донести мусор до урны совсем не сложно. А у меня на этом все. Не забывайте про наш сайт www.ntsdfistv.ru, а также телеграм-канал и другие социальные сети. Там еще больше интересного. Я же на этом прощаюсь. До новых встреч в эфире. И помните, мы всегда вместе с вами. Редактор субтитров А.Семкин